Мексика Я думаю, что Центробанк Мексики теперь пытается смягчить смелые комментарии, сделанные еще в феврале, когда объявили о превентивном повышении процентной ставки. Сейчас в заявлении звучит нейтральное направление, которое полностью полагается на экономические показатели. Принимая во внимание развитие внутренней экономической активности, я бы не сказала, что позиция Центробанка уж слишком осторожна. Себя остается на уровне 3% ввиду отсутствия инфляционного давления. Экономический рост Мексики стремительнее, чем других стран этого региона, но все равно остается весьма медленным. Официальный прогноз Центробанка был пересмотрен с 2% до 3% в этом году. На следующий год с 2,5% до 3,5%. Поэтому, чем дольше Центробанк будет откладывать повышение процентной ставки, тем большую поддержку он окажет экономике. Думаете ли вы, что Мексика будет следовать по стопам США в плане повышения процентных ставок, несмотря на показатели экономики? Касательно показателей, когда в Мексике будет наблюдаться сокращение уровня инфляции? Уровень инфляции в Мексике продолжает быть на уровне целевых 3%, ввиду сокращающихся цен на энергию. Стабильное неизменное направление политики ФРС в этом месяце должно обеспечить 3% уровень инфляции, и он будет сохранен в Мексике на заседании 30 июля. Я думаю, что рынки сейчас сбросили со счета вероятность превентивного повышения процентной ставки. То, что Центробанк откладывает заседание, чтобы сперва узнать результаты заседания ФРС, указывает на его желание следовать по стопам ФРС. Я думаю, что повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов не состоится до 21 сентября, после того, как США начнет нормализировать свою политику несколько дней раньше. Я думаю, что это уже принятый консенсус на рынках. Песо упал до минимальной отметки к доллару США. Может ли еще Мексика получать выгоду от укрепляющейся экономики США? Песо упал к доллару США в этом году на 7%. Этот факт полностью отображает проблемы популярных валют развивающихся рынков в период обеспокоенности повышением процентной ставки в США. Также на Песо повлияли попытки трейдеров оградить себя от рисков, связанных с Грецией, хотя и прямой связи между регионами и валютами нет. Учитывая, что Песо – одна из фаворитов среди валют развивающихся рынков, падение Песо отображает настроение инвесторов в отношении всего региона. Повышение ставки в США должно, как я считаю, положительно сказаться на Песо. Положительные экономические данные США должны хорошо сказываться на экономике Мексики. После повышения ставки в США в Мексике повышение состоится очень быстро, поскольку Мексика хочет избежать длительного разрыва между ставками своими и США. Если этот разрыв не будет закрыт долгое время, пострадает Песо. В целом мы считаем, что недавняя распродажа Песо была несколько чрезмерной. Мы ожидаем, что сильные фундаментальные показатели Мексики позволят Песо опередить бразильский реал. Натали, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, оставайтесь в Тукаскопе ТВ. Пока!